Привет, пацаны! С вами Абрюха Севера, канал Гитара Комузи 50. С удовольствием поздравляю всех вас, всех моих подписчиков, всех, кто смотрит мой канал. Просто, я считаю, замечательный канал Гитара Комузи 50. Итак, пацаны, два, даже три события. Новый год 2021 год моему каналу, нашему с вами. И день рождения у меня сегодня 55 лет, пацаны. Поздравляю всех с праздником. Итак, долго думал я, а каким роликом, каким видосом вас всех поздравить? Что включить вот как раз в новогоднюю ночь? И вспомнил, что еще летом снял замечательный, как мне кажется, ролик про нашу летнюю природу, про наш отдых, как мы здесь проводим свои выходные. Итак, сейчас будет этот ролик. А сопровождать все это представление будет замечательная музыка, замечательного композитора и музыканта Самвела Лалаянца. Итак, пацаны. Всех с Новым годом. Всех, кто заинтересован и следит за моим творчеством. Всех поздравляю с целым годом, с днем рождения канала моего, нашего с вами. Ну и, естественно, себя поздравляю с 55-летием. Сегодня день рождения дня, как я уже говорил. Итак, всех поздравляю. Счастья, Богу, славы. Привет, пацаны. С вами Андрюха Севера. Гитара Кому за 50. Про мой родной край. Ну как родной? Я, конечно, здесь не родился. Но живу в какой-то степени этот край мне родной. Вот подъезжаем к озеру. Хочу показать, так сказать, красоты нашей скупой такой брутальной природы северной. В принципе, мы на одной широте находимся с Санкт-Петербургом. У нас тоже здесь белые ночи. Но, кстати, они светлее, чем в Петербурге. Представляете? Сейчас этот выпуск будет посвящен именно вот тому, как мы и где мы отдыхаем. На каких озерах. Кстати, вот тут два озера. Два шикарных озера, которые находятся в 15 минутах езды от моего дома. Мы даже с женой на обед приезжали сюда. О, кто-то уже отдыхает. Ну что ж, выхожу. Так, ну вот такой вот селфи, видео-селфи. Такой краткий обзорчик наших красот. Вот озеро. Оно не рукотворное. Это никакой не карьер. Это природное образование. Живописное. Но, к сожалению, пацаны, как и везде, но в большей степени у нас здесь вся природа нахрен засрана. Все засрано. Куда ни сверни с дороги в тайгу. Блин, сначала упираешься в мусор. Или какие-нибудь разливы нефти. Или же это самое, грунт нефтяной вываливают. Просто вот так вот. Здесь тоже это есть. Да-да. Не удивляйтесь. Хотя это, стоит этому удивляться. Ну как так? Вы же живете здесь. И пофигу. Да. А так озеро вообще шикарное. Сейчас съездим на другое. Прямо напротив, через дорогу. Вот. Пересекаем от этого озера трассу. Так, смотрим налево, смотрим направо. Никого и поехали. А я не стал пристегиваться. Итак, поворот направо. И вот начинается грунтовая дорога. К еще одному нашему с женой любимому озеру. Где мы частенько отдыхаем. Но. Больше всего. Волнует, скажем так, нас. И тревожит. И в общем-то не дает полной мере насладиться отдыхом. Это не засранность. Не экологическая ситуация. Или еще что-нибудь. Не погодные какие-то условия. А наличие гнусов, комарья. А на озерах еще и двухсантиметровые слепни летают, которые больно жалят. Ну, полная задница. Полная. А вот человек кайфует. Кайфует. Уже, я не знаю, месяца три отдыхает вот так вот. Вообще шикарно. Но. Я не знаю, я бы не смог. Вот его не пугают ни слепни, ни комары, ни какие-то там природные катаклизмы. Дожди и ветра. А что так, 15 минут съездил до города, все закупился. Но, опять-таки, мы же ездим в лес. Так-то мы ездим в лес за грибами. Что, намазался? Каким-нибудь средством побрызгался и все. Ни одна сволочь не сядет на тебя. Но, опять-таки, все равно, это же, ну, неприятно, когда вот эта липкая гадость на морде, на руках. Очень неприятно. Но они вот так вот летают вокруг тебя. Промроем. А вот что в машине делается? Ну, мы делаем как с женой? Мы едем вот так вот по проселочной дороге, вот, допустим, вот по такой дороге, да, вот. Мы заехали в тайгу. И смотрим, она налево, а я направо. Вернее, наоборот, как водите, слева сижу. Увидели грибы? Остановились. Вышли. Срезали. В мешок. Ну, если далеко ехать, тут еще надо бояться и не только комаров слепнений, но и медведей. Да, нахрен, медведи, ебать, бегают, блин, нападают. Сколько случаев уже. О, сейчас я вам покажу уже. Шикарное место, шикарное. А вот и уточки живут на озере. Так-то вот здесь тихо, хорошо, классно отдыхать. Ну, я уже сказал, эти сраные слепни. Ну, вот, в общем, вот это озеро, блин, так классно. Вода всегда теплая. И причем здесь торфяное дно, оно коричневое. Вода кажется коричневой, что вот интересно. Я чуть позже покажу, в другое место подойду. Тут отличный пляж, песочный, все. Но это, скорее всего, не это-то естественное образование, вот этот песок. В принципе, грунт у нас всегда торфяной, везде был. Болотистая местность. И вот, если мы встречаем песок где-то в другой местности, ближе к городу, да, это всегда насыпное. Но здесь, по-моему, настоящий песок природный, который был изначально. Вот сейчас покажу цвет воды, интересно. Вот, всяките, пацаны. Коричневая вода. Это торфяное дно. Торф, 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 торф. Тут рыбу можно ловить. Вот классный вид открылся. Видите? Я не знаю, как это по-научному называется, да? Вот эти вот отложения. Но это торф. Это вот такой грунт у нас. Частенько же, ну, тут с женой приезжаем частенько, конечно. Но это, я не знаю. Она валяется, кайфует, загорает, когда есть солнце. Я не могу здесь расслабиться. Просто не могу. Самоизоляция закончится. Все это отменят. Я вам покажу классную турбазу, где мы отдыхаем. Там травят вот эту гадость. Нет ни одной мошки. Кайфово. Можно расслабиться. Здесь не расслабишься, к сожалению. Ну, все, меня загрызли. Вот такой краткий обзор. Пошли, пацаны, по домам. Надоело мне здесь. Надоело. Счастливо вам всем. Ехал вдоль дороги, увидел вот это место. Это вот не озеро, это что-то такое среднее между озером и болотом. Это типично. Типичный такой пейзажик. Для нашей местности. Тут немного машины едут, мешают, шумят. Ну да ладно. Вот. Вот это очень для нас типично. Для нашей местности. Наряду, конечно, у вас. Вот. Чайки. Все. Сволочь. У них тут гнездовья. Они поднимаются. Это ладно одна. Поднимаются. И пролетая надо мной, обсирают меня. Я уже попадал на такую фигню. Только сейчас вот одна была. А так штук 10 меня посрали один раз. Это вообще жопа. Я еле ноги унес оттуда. Они пикировали, срали надо мной. Возвращались и опять. Блин, это было ужасно и смешно. Ну вообще, видели, да, наверное? Я посмотрю потом, успел я ее снять или нет. Ну вот, сволочь. Ладно, не попала на меня. И вот, хочу еще показать, что существует большой пласт энтузиастов, заселения. Это 90% всех жителей нашего региона, которые занимаются дачными участками. Я сам отношусь к этому негативно. Я абсолютно не аграрий, ни в душе, ни хакачу. Я себя таковым не считаю. И копание в земле, на грядках, поливка и прочее, выращивание. Ну, абсолютно мне это чуждо. Тем более, сейчас я считаю, это не актуально и затратно. Раньше, допустим, в 90-х годах, во времена тотального жесточайшего дефицита и, можно сказать, голода, это было действительно, ну, повторюсь, актуально. А сейчас, ну, не знаю, можно все купить. Вот, пожалуйста, заезжаем на дачный участок. Типичный, опять-таки, вот, такое дачное товарищество, или как это называется. Сейчас зайдем в первый попавшийся открытый дачный участок. И я вам покажу, что там растет и как это растет. Сейчас мы откроем. Я, конечно, вру, что это первый попавшийся. Это дачный участок моих знакомых. Вот такой вот домик. Это вагончик, обшитый деревом. Ну вот, хотя часто идут дожди, но, как говорится, картошка требует все-таки поливки. Вот, картофель. Картофель без него никак. Это вам не репа. Что еще растет? Ну, огурцы в теплицах. Вот, там, что еще? Лук. Этот, каким? Петрушка и укроп. Сейчас покажу ягод. Вот, после сбора вот такие остатки остались. Это земляника. Земляника садовая. Вот грядочка неплохая. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот с этой стороны, где еще сбора не производилось. Вот, какая ягодка. Сами далек от этого. Я считаю, что собирать, допустим, в лукошках, да, это уже работа. А работать я очень люблю. А вот сорвал. И съел. Вот это по мне. Да, что еще? Вот более-менее спелая. Вкусно. А вот, петрушка-матрушка. Да. Я ее так вот предпочитаю, конечно, вот сорвать, не мыть ничего. И сожрать. Короче, вот так вот сорвал. Да. Ага. Не сожрал. Гости. Ваня, я не... Гости пришли. С соседнего участка. Вот, да, да. Пирамидоры. Пирамидоры. Вот они прям на улице, в теплице. Они так вот накрываются вот этой хренью. Да. Это называется, ну, кажется, парник. Я такое слово слышал. Так вот, пацаны, да, да. Салат Малат тоже вкусно. Хотя это ярко-выжно вкусно, а у этой травки нет. Но салат просто замечательный. Салат просто классно покрошить. Ну-ка, сажу. Ну вот. Малина-шмалина. Без проблем растет у нас в севернских, так сказать, условиях. Я думаю, там вообще не проблема. Уходы не требуют. Требуют только вовремя это сорвать. И главное, главное, пацаны, сорвать это как бы второстепенно. Главное съесть вот эти цветочки там всякие, всякие цветочки, цветочки, бочки, бочки с гордом. Это теплица. Да, вот тут открываем, открываем, значит, в зависимости от погоды. Здесь произрастают огурцы-могурцы. О, вот они. Огурцы-могурцы. Так, ну что, рискнем, значит, здоровьем и сорвем. Ну, конечно, еще не вырос до поличных размеров. Они тут, это, под 20 сантиметров вырастают. Попробуем съесть. Вот, пацаны, как-то так вот. Такой небольшой обзорчик, в общем-то. Собираю материал и сделаю ролик большой о нашем регионе в летний, так сказать, период. В зимний уже было. Не так интересно и красиво. Но летом здесь, в принципе, в убогой вот этой вот природе можно выискать такие вот места красивые. Ну, в частности, вот это вот. Ну, я считаю, что это место красивое. Людям нравится. Это, во всяком случае, лучше, лучше. Наряду с занятием на гитаре, да, заниматься разведением всяких там растений, посадкой, выращиванием, чем, допустим, воевать, да? Так в глобальном масштабе. Да-да, пацаны, я не я буду, если на своем канале появлюсь без гитары и не сыграю, может быть, не вам, потому что вы не услышите, а хотя бы себе какую-нибудь офигенную мелодию. В следующий раз, конечно, я вам сыграю на акустической гитарке, чтобы было слышно, что тут я у вас проезжу вожу. Но! Ах! С собой вожу, как и маракас, так и гитару. Да. Ну, все. В общем-то. Наверное, на сегодня достаточно. Я буду собирать материал и сделаю полноценный ролик. Счастливо вам всем!